У нас с мужем два кулича, и вот такие вот красивые. На Пасху приносить в храм съестной – добрая католическая традиция, рассказывает Рината Ашмянская. Делают это верующие за несколько минут до начала службы. Три года назад Рината приехала из Латвии в Казань. Рада, что здесь есть храм, где чувствует себя как дома. Для меня Рождество и Пасха – это такие праздники, когда я должна быть в костюле обязательно. Это такое вот что-то светлое, такое семейное. Как и православные католики, на Пасху пекут куличи и красят яйца. Правда, они еще и украшают их в корзинках с лентами и самодельными игрушками. Так принято у католиков всего мира. В Индии на Пасху мы ходим с родителями в костел, а потом собираемся всей семьей за праздничным столом. Когда Пасха, мы сначала ходим на литургию, и потом тоже после литургии мы собираем вместе, поем песню. Очень волнительный день, праздничный. Это большой праздник для всех христиан. Само же праздничное богослужение начинается на улице. Каждое действие священнослужителей – символ земной жизни Христа. Иисус – свет мира, говорится в Писании. Именно поэтому католики на Пасху зажигают священную свечу. Огонь же берут от этого костра. Кстати, он вполне обычный. Бревна сосновые, да и мангал ничем не отличается от других. Особенным же его делает церемония освящения. Боже, через Сына Твоего Ты дал верующим огонь Твоей славы. Просим Тебя посвяти этот новый огонь. Пасхал – так называется та самая особенная свеча. Она символизирует самого Иисуса Христа, который стал светом для многих верующих. Крестный ход в полной тишине завершается в храме. И по обычаю церковь должна быть темна и пуста. И внося эту свечу в храм, мы тем самым символизируем свет Христов, который входит в мир, который находится в темноте, в темноте греха, и который просвещает его, и наделяет жизнь нашу смыслом. Уже в храме от священного огня прихожане зажигают свои свечи. Считается, что они обладают чудодейственными свойствами, исцеляют и даруют благодать. Можно будет дома хранить и зажигать во время молитвы. Завершается литургия церковными песнопениями о значении Пасхи.